МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Метод кнута к должникам. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел заседание по вопросам выплаты заработной платы. На страже здоровья Республиканская клиническая больница отмечает свой 70-летний юбилей. Ради науки в столице Чувашии прошел фестиваль научного творчества молодежи «Юность Большой Волги». Весь сегодняшний день в Республике устраняли последствия непогоды. Накануне на Чувашию обрушились град и шквалистый ветер. Ход восстановительных работ держал на личном контроле глава Республики. Подробности в следующем материале. Всю мощь урагана могут описать эти кадры. В Кугесях порывами ветра снесен остановочный павильон. В одном из дворов Чебоксар было вырвано с корня многометровое дерево. Тревожные звонки накануне поступали из Урмарского и Янтиковского районов. В обоих муниципалитетах повреждены крыши школ. С главами администрации районов сегодня мы отговорили. Премьер-министр с утра провел по моему поручению комиссию. Были выслушаны доклады. Силы и средства здесь подключены. Есть материальные средства. Непогода оставила без электричества 69 населенных пунктов. Мощный ветер сносил опоры. Аварийные бригады работали всю ночь. Пострадали два человека. Оба госпитализированы. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Жительница Чебоксар получила травмы из-за упавшего рекламного щита. Давали сегодня задание. Минстрою надо провести экспертизу, оценку всех рекламных щитов. Потому что погодные условия меняются. Проверяют нас на длительность, на прочность. В связи с этим все те требования, которые должны соблюдаться, они должны всегда соблюдаться. Отсчет о проведенной работе в региональном Минстрое должны предоставить в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Сегодня председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым. Речь на встречу шла о ходе реализации в Республике инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Также Иван Моторин и Николай Королев обсудили перспективы проекта «Туристский кластер Чувашия – сердце Волги», который стартует в Республике в 2019 году. Сразу после рабочей встречи заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев принял участие в совещании по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», которое провел глава региона Михаил Игнатьев. Подробности в наших завтрашних информационных выпусках. Чувашская Республика четвертый год подряд входит в десятку региональных лидеров национального рейтинга «Состояние инвестиционного климата в регионах России». Рейтинг инвестиционной привлекательности озвучили на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Чувашская Республика на восьмом месте. Здесь надо отметить, что за год мы улучшили ряд показателей. Это в частности регистрация юридических лиц, регистрация прав собственности, в том числе и процедуры на эти вопросы, количество запрошенных материалов. Вместе с тем и есть то, над чем нам поработать. В целом сейчас перед нами задача – это проанализировать лучшие практики, которые сложились, в том числе и у коллег соседних регионов. Ну и на основании этого сделать вывод и внедрить лучшие мероприятия у нас в Республике. Думаю, что в следующем году мы должны показать нехочные результаты. В Республике продолжают снижаться долги по заработной плате. Такие данные приводят Государственные инспекции труда. Сейчас в списке должников 19 организаций. Какие меры предпринимают их руководители, чтобы сполна расплатиться с работниками, выяснили сегодня членами межведомственной комиссии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В госинспекции труда озвучивают оперативные цифры. Заработную плату недополучили порядка двух тысяч человек. Долги превышают 85 миллионов рублей. По отдельным организациям есть закредитованность нашей организации. Это мы все прекрасно понимаем. Но в то же время отдельные работодатели выплачиваются в районную заработную плату. Но отдельные работодатели не могут выплачивать. Там тоже причины разные. Нам надо оперативно принимать решения. Когда в ручном режиме нужно управлять, мы стараемся всегда управлять. Поэтому благодарю за деловое такое сотрудничество. Держать ответ перед главой региона должников пригласили в дом правительства. В антирейтинг попал и Новочебоксарский завод автокомпонентов «Элма». Его работники не получают деньги месяцами. Сейчас сумма долга достигает 17 миллионов. Исправить ситуацию предприниматели обещают до конца года. Мы приглашали в 2017 году на комиссию. Какие сроки вы приглашали? Вы верите в это или не верите в это? Мы работаем с ними. Выбраться из долговой ямы заводу могут помочь и инвесторы. Предприниматели считают, что в ближайшее время появится возможность нарастить объемы продаж автокомпонентов. Впрочем, это перспективные планы. Сейчас главная задача реализовать имущественный комплекс. На 6 июня у нас назначили первые торги. По практике, скорее всего, первые торги не состоятся. На вторых торгах уже будет участвовать инвестор, с которым мы сейчас плотно общаемся и ведем переговоры. Данные организации у нас находятся на контроле Роструда. Мы с представителями предприятия выезжали в Роструд на заслушивание. Определенные меры и перспективы погашения заработной платы на данном предприятии имеются. От инвесторов сейчас зависят и перспективы чувашского бройлера. Крупный ущерб этому предприятию нанесли экс-пладельцы из Курска. Сумма убытков достигает 50 миллионов. Долги по заработной плате свыше 10. Я, в принципе, нахожусь постоянно в активной работе и взаимодействии с правительством, то есть в Министерстве сельского хозяйства, в Министерстве юстиции. То есть регулярно проводим встречи рабочие, чтобы решить какие-то моменты и уменьшить задолженность по зарплате. Найден инвестор уже. То есть это компания «Воддорстрой» «Воддорстрой» в настоящее время уже выкупил, ну то есть, по сути, выкупил все активы. Есть вопросы и к арбитражным управляющим типографии номер один. Они упускают шансы реализовать имущество по ликвидной цене. Долги перед работниками продолжают увеличиваться. Здесь долги по заработной плате составляют 16,3 миллиона рублей 201 работнику. На предприятии идет процедура банкротства продолжительное время. Если покупателей не будет до 16 июня, цена будет снижена и так далее. То есть вот здесь, может быть, тоже как-то хотелось бы попросить и органы исполнительной власти, и Министерство экономического развития подключиться к части поиска потенциальных покупателей. Зачем держаться за эту должность, если у него не получается, не может продать? Зачем работать арбитражным управляющим? Для меня вот это непонятно. Поэтому здесь надо взыскательным подходить. Предприятиям-должникам в республике спокойной жизни не обещают. С начала года госинспекция труда провела свыше 100 проверок. В итоге порядка полутора тысячам работников было выплачено 40 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Полиция раскрыла сеть салонов, в которых оказывались интим-услуги подозреваемых в организации незаконных салонов задержали одновременно в 10 городах России. Съемки спецопераций в Чебоксарах нам предоставило МВД. Девушки работали по графику отдыха после массажа. В разных комнатах и все по 40 минут. Судя по оперативным видео, криминальный бизнес дислоцировался в северо-западном районе и прямо в центре Чебоксар. Представьтесь, пожалуйста. Нет. Спецоперации прошли одновременно в 10 городах России. В Чебоксарах, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре и Перми. Полиция задержала более 60 человек. Среди них организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера за деньги. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Чувашской Республике совместно с оперативниками других регионов и бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в организации интим-салонов и вовлечении женщин в занятия проституцией. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейскими проведены обыски во всех заведениях. Изъяты денежные средства, которые были добыты преступным путем. В отношении шестерых подозреваемых судом избрано меры пресечения в виде ареста. И еще один находится под подпиской о невыезде. В настоящее время осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Уже завтра наступает календарное летом. Впереди у детей три месяца каникул. Можно играть на улице, кататься на велосипедах и роликах, купаться и загорать. Медики предупреждают, в это время года риск получить травмы увеличивается. Как обезопасить детей в этот период в нашем репортаже. Маленькому Кириллу пока не до прогулок. Недавно мальчик выпал из окна второго этажа. Когда это случилось, мама Светлана была в магазине, а за ребенком присматривал брат. Средний 15-летний ребенок позвонил мне на телефон и сказал, чтобы я быстрее бежала домой. Что малышка у меня упала. Никогда не лазила на окна. А вот именно в этот день, когда мы вышли, видимо захотел посмотреть, куда я ушла. Ну и вот. Голова у нас уже не болит. Первый день болела, сейчас у нас уже не болит. Болит только маленькая ножичка, да, левая сторона у нас. И этот случай, к сожалению, не единичный. С начала сезона это уже 17-е падение. Все родители прекрасно знают уже о том, что москитная сетка не защищает ребенка. И в статистике падение из окон с москитной сеткой несколько уменьшилось. Но отношение родителей, внимание родителей, к сожалению, не стало более пристальным. И дети падают из окон по-прежнему, не реже, чем раньше. А мы напоминаем, чтобы обезопасить своих детей на окна, нужно установить блокираторы. Специальный ключ закрывает окно на замок. На распашку открыть уже не получится. Опасность подстерегает детей и на улице. Падение с велосипеда, качелей могут привести к серьезным травмам и переломам. Отдельная тема – безопасность детей на дорогах. С начала года произошло 57 ДТП с их участием. К счастью, без погибших. Хотелось бы обратиться всем к родителям, бабушкам, дедушкам, даже соседям. Мы видим детей, они бегают вокруг нас. И неужели мы не можем обеспечить безопасность их перевозок, безопасность их нахождения на улице, своевременно реагировать, учить правильно переходить дорогу, учить правильно кататься на велосипеде. Наши несовершеннедления будут в безопасности. Водоемы представляют не меньшую опасность. С начала года утонули уже три ребенка. Специалисты призывают быть бдительными и не оставлять детей без присмотра. А еще научить их плавать и не бояться воды. Это, пожалуй, лучшая защита. Трезвые родители, счастливые дети. Сегодня в столице Чувашии прошла межрегиональная конференция, посвященная вопросам отказа от алкоголя. Мы за трезвые семейные традиции. Так звучит один из девизов конференции. На этот раз проблему пьянства участникам решили продемонстрировать наглядно. Показали фильм чувашского режиссера «Валенки». Автор рассказал историю маленького мальчика, чьи родители страдают алкоголизмом. Глава семьи пропил все ценные вещи, но ему было все мало. Тогда он забрал валенки сына, и это привело к страшным последствиям. Когда же отец осознал, что натворил и решил все исправить, стало поздно. А я тебе валенки принес. Папа, а мне валенки больше не нужны. Видео до слез тронуло зрителей. За 9 минут они увидели, как алкоголизм может сказаться на близких людях. Достучаться до каждого задачи конференции. Я хочу выразить большую благодарность организаторам этой представительной конференции по очень важной проблеме нашей страны. Я впервые, честно говоря, в последнее время попадаю на такую конференцию. Надеюсь, что будет хороший разговор, деловой разговор, и будут выработаны нужные предложения, которыми воспользуется и ваша республика, и, надеюсь, они будут переданы и высшие органы власти. Проект закона о сохранении трезвости детей, мониторинг алкогольной ситуации, мотивация на ЗОЖ. И еще около 15 разных направлений участники обсудили в рамках конференции. Мы еще раз с вами подумаем, как нам эффективно бороться с этим злом, как сделать так, чтобы наше общество было бы не сданно. Нет хуже, наверное, болезней, чем алкоголизм и алкоголизм. Страшный я. Я вижу много молодых ребят, которые, мужчин, женщин, которые в жизни оказались неудачниками только по той причине, что при мышечке не уничтожилось. В нашей республике с этой проблемой борются активно. Чувашия входит в топ-20 регионов с большой профилактической работой. Ведь алкоголизм, как и любое другое заболевание, легче предупредить, чем лечить. Поэтому сейчас одна из главных задач – ввести моду на здоровый образ жизни. Чем мы и занимаемся. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. На страже здоровья Республиканская клиническая больница отмечает свой 70-летний юбилей. Сегодня в зале ДКЧГУ поздравляли сотрудников РКБ. Красные розы и живая музыка – так приветствовали в ДКЧГУ сотрудников Республиканской клинической больницы. За 70 лет они помогли огромному количеству пациентов. 8 тысяч хирургических операций, 9,5 тысяч сеансов гемодиализа, 84 тысячи ультразвуковых исследований. Республиканской клинической больнице есть чем и кем гордиться. Самые ключевые ценности, которые были у медицинских работников, они есть и будут дальнейшие. Это доброе сердце и человеческая душа. Это тоже как таблетка или процедура, которая лечит любого больного человека и помогает получать положительные эмоции. Несколько поколений медицинских работников – это и врачи, и средний, и младший медперсонал, и технические работники – все это время вкладывали силы, душу в то, чтобы создать такую больницу, которой она является сейчас. Юбилей РКБ – прекрасная возможность отметить труд тех, кто посвятил свою жизнь лечению людей. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Изучали миграционные процессы в Чувашии, разбирались в вопросах о ромамаркетинге, составляли бизнес-план с нуля. И все это ради науки. Студенты со всей Республики приняли участие в ежегодной научно-практической конференции. В 20-й раз в столице Чувашии прошел фестиваль научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Студентка Цивильского аграрно-технологического техникума Елена Андреева всерьез увлекается кройкой и шитьем. Специально конференции изготовила вот этот костюм. Девушка считает, что именно так должна одеваться бизнес-леди. Ярко и со вкусом. И доказывает, что люди, которые красиво одеваются, успешнее выполняют многие задачи и имеют больше шансов построить карьеру. Этому посвятила свою научно-практическую работу. Вообще я хочу открыть свой бизнес и очень к этому стремлюсь. Уже практически на подходе к этому в реализации своего дела. Сейчас я еще обучаюсь вечерним платьям. Ну, пошиву вечерних платьев и свадебных платьев тоже. Особенностям рекламных материалов, которые размещаются в печатных СМИ, посвятила свою работу будущий журналист Елена Державина. Особенность рекламных материалов в печати Чувашской республики, она отличается тем, что не исследована до сих пор. Нет никаких статистических данных по этой теме. Никто не занимается тем, чтобы собрать данные о ценах на рекламу в различных изданиях. Я взяла четыре типичные газеты и, например, обнаружила, что в такой газете, как «Пенсионеры Чуваши» публикуется рекламное объявление до нескольких такого шокирующего характера. Предлагают пенсионерам покупать гранитные памятники со скидкой без очереди. Всего в этом году на юбилейной конференции были представлены более 500 работ по 11 направлениям. Физика, математика, химия, биология, медицина, науки о земле и другие. Свои разработки защищали не только студенты из Чуваши, но и Кировской области. По итогам конференции первое место присудили Чебоксарскому техникуму технологии питания и коммерции, а также Чувашскому государственному университету имени Ульянова. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Уже не первый год в библиотеке имени Льва Толстого реализуются проекты, которые позволяют незрячим людям адаптироваться к окружающей среде с помощью электронных и сенсорных устройств. Это уже сделало их жизнь намного проще, интереснее. Практику решили продолжить. Зеленый свет дан новому проекту с говорящим названием «Окно в безграничный мир». Рагиба с сенсорным телефоном уже давно на «ты». Она освоила все необходимые программы, которые позволяют ей беспрепятственно общаться, пользоваться социальными сетями, передвигаться по городу, распознавать купюры. О таком помощнике она раньше и не мечтала, а теперь носит титул победителя всероссийского конкурса по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Не нужно бояться ничего того, что связано с удушением жизни, удушением жизненных условий и все, что делает их комфортнее, как говорится. То же самое сенсорные телефоны. Сенсорные телефоны намного облегчают нашу жизнь, намного делают ее проще, мобильнее и оперативнее. В обучении незрячих людей чувашие на хорошем счету. Николай Парахин находился у истока возрождения проектов и сам прошел все этапы обучения. Теперь его знания востребованы далеко за пределами республики. Мы работаем с Ярославской областью, с городом Ярославля. И наша задача по проекту – обучить трех специалистов города Ярославля, как надо обучать незрячих пользоваться сенсорными устройствами. То есть мы им будем передавать методику обучения. Если мы возьмем сенсорный телефон, то первое, что человек у нас получает знания, это умение позвонить, принять звонок, написать смс-сообщение, прочитать смс-сообщение, набор текста мы изучаем, потом работа в интернете, поиск нужной информации, установка программ, удаление программ сенсорного телефона. Проект был написан сотрудниками библиотеки имени Льва Толстого и получил мощную поддержку от фонда КАФ. Его реализацию выделено более полумиллиона рублей. В рамках проекта «Окно в безграничный мир» для обучающихся подготовлены лекции, тренинги, практические занятия, семинары и многое другое. После такого обучения незрячие люди быстрее социализируются и чувствуют себя намного увереннее. В прошлом году, когда обучение на смартфонах было, мы со своей второй половиной тоже прошли обучение, освоили. И сейчас довольно неплохо, я считаю, что овладел смартфоном. Но обучаться что-то новое получить всегда можно. Благодаря такому общению, благодаря компьютерному общению, сенсорным устройствам, люди помогают друг другу, я считаю, поддерживают. Потому что всем ведь нам нужна поддержка, всем нам нужно общение. У всех незрячих и слабовидящих людей, прошедших обучение, будет возможность показать свои умения на межрегиональном конкурсе по работе с сенсорными устройствами в декабре этого года. Татьяна Филатова, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова